СТАВКИ НА СПОК! Да нет, нет, не будет этой рекламы, не вижу в ней особо смысла. Привет всем любителям бокса, это Дмитрий Моисеев. И сегодня будет вот такой вот необычный контент. Это обзор самых больших и не только каналов о боксе, какие есть на ютубе. Почему я делаю этот ролик? Никто не подумайте, что я буду кого-то оскорблять, критиковать, над кем-то буду насмехаться. Это совсем не так. Во-первых, кто меня знает, это в целом не мой стиль. А во-вторых, я действительно с удивлением недавно обнаружил, что я далеко не один снимаю о боксе. Потому что я посмотрел свое старое видео, когда блогу было два года, и вот что я там говорил. Мне не с кем особо равняться, потому что на самом деле, как это невысокомерно будет звучать, у меня достаточно уникальный блог. И вот, прошли годы, и действительно, я еще достаточно давно читал, что, блин, да сейчас у вас стало столько блогеров, все пишут свое мнение. И я тогда не понимал, почему так. Потому что я человек достаточно занятой, и у меня действительно, ну, не хватало где-то времени, желания и кругозора, чтобы увидеть, что действительно, так как YouTube предоставляет огромные возможности по самовыражению в плане видео, и в области бокса стало людей уже достаточно много. Но с удивлением я увидел, что меня многие обогнали, они действительно делают, не всегда может быть более качественный контент, но более популярный. Потому что продвижение своего видео, умение сделать популярный материал, популярную тему, это тоже определенный талант. Вот сегодня мы посмотрим на основных, скажем так, игроков в этом сегменте YouTube, и, скажем так, через то, что лично я считаю плюсами, минусами, то, как что должно выглядеть, я дам свою оценку. Что есть хорошо, что плохо. И от вас я тоже жду мнения, что здесь ты, Дмитрий, не прав, здесь ты слишком консервативен, и как раз тебе этого не хватает. В частности, именно для диалога я это делаю. Всех, ну, блогеров, чьи проекты я здесь затрону, надеюсь, я ни в коем образом вас не задену. Кто-то, может быть, подметит какую-то вещь, кто-то, опять же, мне, может быть, что-то посоветует. Всех я призываю к диалогу, пишите мне ВКонтакте, потому что я всегда доступен, и только хочу взаимодействовать, потому что, ну, так или иначе, занимаемся мы общим делом. Не вижу смысла я там говорить, что этот делает говно, этот делает куда лучше, а я вообще самый лучший. Нет. Как я сказал, цель этого видео иная. Поехали. Итак, в общем, погнали. Открыл я YouTube. У меня уже здесь все загружено. Погнали по основным моментам. Значит, мой канал на настоящий момент, ну, приближаясь я таких 10 тысячам подписчиков, какая-никакая цифра, то есть... Канал у меня зарегистрирован был в конце декабря 2011 года, то есть, действительно, объективно я могу говорить, что я стал одним из первых, кто начал записывать в данной тематике. Но, учитывая, что многие меня сейчас обогнали, что-то я делал неправильно. В частности, из-за этого у меня и был сейчас перерыв. Мне нужно было кое-что осмыслить, переделать и оптимизировать. Значит, коль в маленьком отрезке я говорил про Драгост и Сангрита, давайте начнем с них. И здесь, как ни странно, будет критика, потому что вот Анна Драгост, это ее уже абсолютно недействующий канал, то есть, 5 лет назад, последнее видео. Но, вот если посмотреть, у нее здесь есть вот лицо бойца. То есть, она провела день с Силахом, с Исмаилом. Классное качество видео, вот, классная картинка, то есть, Full HD качество. Немножко поверхностно, но, грубо говоря, еще 5-6 лет назад она делала то, что я бы сейчас, что я хотел бы делать сейчас. Она уже тогда могла себе это позволить. Переходим на ее нынешний канал. Тоже там побывала дома у Боба Арума. Карамазин, любые бойцы, там, Ленокс, Льюис, Мурат Гассиев еще 2 года назад, когда еще до его нынешней популярности было далеко. А уже тогда она сделала с ним интервью. А кто из нас имеет такие возможности? Я имею ввиду из блогеров. Да нифига никто. И в итоге, как она реализовала свои возможности. Да никак. Последнее видео 4 месяца назад, до этого 5-7 месяцев назад. В общем, это было ее хобби. Может быть, она надеялась там как-то развиться. Но у нее это не получилось. Потому что, во-первых, может быть, ей это надоело. Я с ней немного общался. Она есть у меня в друзьях. И я просто вижу, что она достаточно обеспеченная, успешная женщина. И пыталась себя в чем-то реализовать. Не получилось. Она это бросила. То есть, были возможности. Но в итоге пропало желание. Плюс, объективно, мне не нравилось то, что она в итоге делает. То есть, она получила доступ к лучшим бойцам мира. Но задай ты самые актуальные, самые важные вопросы. Нет, у нее всегда. Эй, привет, как дела? Как ты? И все в таком духе. То есть, извините, но какой-то женский подход, который не стал солидным. И, собственно говоря, несмотря на классный контент в свое время, всего 3000 подписчиков. Канал она, по сути дела, забросила. Закрываем. Значит, следующее, про кого хотелось бы сказать, это Грингорий Стангрид. Файтспейс, его основной сейчас канал. 61 тысяча подписчиков. Один из лидер подписчиков, по известности, в совокупности, наверное, по авторитету, скажем так. Но, вот лично мое мнение. Вот за последнее время он сделал интервью большое с Гассиевым. Потом. А, вот с Биттербеймом было с Артуром большое интервью. Переводы его классная тема. Лично я еще ценю его GSP-логи, где он сам там в кадре делает какие-то обзоры. Но, в остальном, вот это вот, знаете, новости. Максим Власов обоев, взвешивание и так далее. То есть, куча контента, который вот, он актуален здесь и сейчас. Ты посмотрел это видео? Событие прошло все. Это видео, по сути дела, никто никогда больше не посмотрит. Лично я от Стангрида жду чего-то большего. Пусть бы у него действительно был чисто новостной канал какой-то отдельно, где были вот эти новости-однодневки. И был солидный канал, где вот интервью пирога. Класс же. Класс. Потом там, может быть, ну, переводы он тогда терял целый канал из-за этого. Да, в основном интервью и аналитика. Этот канал я ценил бы куда больше, чем вот то, что мы имеем сейчас. Хотя я, безусловно, смотрю и подписан. Но Стангрид, на мой взгляд, достоин большего. Я ему задал вопрос, почему, имея доступ к лучшим боксерам мира, ты не делаешь солидные интервью, ты не делаешь что-то типа... Вот то, что я показывал у Ани. Один день из жизни чемпиона. Но он ответил, что это слишком затратно по времени, по деньгам. Ну, да, так для меня лично блок это все-таки хобби. Для него это работа. То есть, все он оценивает по соотношению затраченной силы доход. Поэтому пока что имеем то, что имеем. Но Гриша, на мой взгляд, потенциал свой не использует. Вот подборки вот эти вот похожие каналы часто выдают у Сачева какого-то Владислава. Я так понимаю, это какой-то журналист советского спорта. В принципе, его контент во многом соотносится с контентом Стангрид. То есть, это переводы, интервью. Но здесь не только боевые искусства и футбол и так далее. То есть, в принципе, можете обратить внимание на этот канал. Но лично я, ну, особо как-то не зацепил он меня. Значит, дальше. Еще немножко к критике. Значит, наткнулся я вот тут. Значит, кого я тут смотрю? Это вот ветеран-троноразрядник. Человек, к которому я в целом отношусь неплохо. Еще самое начало, я помню его, одни из первых видео, где он тогда много как наснимал. Жму сотню. Ну, класс. Я сейчас сотню не пожму. И вот он, значит, там рассказывал, что когда-то занимался боксом, снова хочет возобновить тренировки, мне часто пишут те, кто хочет начать блог. Просто я много общаюсь. И в частности, когда меня спрашивали, какой вот, ну, относительно недорогой, но классный проект можно сделать. Я реально привел в примеры второразрядника, что вот, когда-то занимался, возобновил тренировки, подготовился, выступил, допустим, стал перворазрядником, КМСником. Классный проект, если его классно снять, если сделать это качественно, с качественным монтажом, с качественным, ну, с нормальным качеством видео. Но у ветерана этого нет. Я надеюсь, он когда-нибудь выжмет из себя возможность снять этот проект. Уж не знаю, хватит ли у него сейчас здоровья на это, но мой ему совет, это была бы бомба. Потому что вот то, что у него сейчас куча видео с аналитикой, да, он мне в целом симпатичен. То есть наша с ним манера анализировать схожа. Знаете, такая спокойная, где-то флегматичная, без лишних шуток, без личных, без личных каких-то наездов, оскорблений. Он развивается. Вот сделал себе здесь наверху заставочки, стал делать вот эти вот заставочки к каждому видео, потому что, извините меня, когда ты видишь, ну, какой-то пользователь Ютуба видит чье-то незнакомое лицо, у многих это будет отрицательное отношение, что кто это вообще. А когда ты видишь вот название, Гассиев, Гассиев видишь, подпись какую-то, так, ну да, зашел, ты опять видишь это лицо. Но ты уже зашел, то есть подарил, может быть, и просмотры, и начал все-таки смотреть, а вдруг тебя зацепит. Это, безусловно, правильно. Я к этому тоже давно пришел, ну, молодец, но все-таки еще ветерану, слушай, как с тобой связаться? Напиши мне, пожалуйста, в соцсетях, то есть, как я сказал, хочу поддерживать контакты с основными людьми, которых я смотрю, подпишусь на него, наконец, и неплохо бы, действительно, взаимодействовать, общаться. Через него я нашел вот этого вот, ну, не то, что нашел, я видел его, мне скидывали ссылку, Джин Джей, значит. В общем, мужик снимает уже сто лет, тоже, от первого лица, и... Ну что, мы с вами посмотрели только с тобой. Я видел его видео, где он песни поет, в общем, знаете, мужик делает это в свое удовольствие. Подписчиков много у него и нет, и никогда не будет, но... Он получает от этого удовольствие, он является, безусловно, авторитетом для многих молодых парней. Вот, ну, представьте себе, ну, точнее, я представлю, что мне 14-15 лет, я его вижу. Может быть, где-то будет и отрицательное впечатление, а где-то такой харизматический, серьезный мужик, у меня вызовет авторитеты, я, может быть, буду его смотреть и прислушиваться к его мнению. Уж лучше это, чем всякое говнище, которого сейчас полно на ютубе, но... популярным такие люди никогда не будут, и возвращаясь опять к второму разряднику, если он будет на этом же уровне, он уже обогнал Джин Джея, но... сверхразвития у него не будет, потому что, понимаете, это достаточно однообразный, специфичный контент. Рассказы, аналитика от первого лица, понимаете, не я, не второразрядник, не куча других блогеров, о которых чуть позже, вы не гендлин, вы даже не беленький, вы даже не стангрид, авторитета у вас поменьше, и чтобы чисто за счет своего выступления, за счет своей аналитики привлечь большое количество любителей бокса, на это уйдут годы, как ушли у меня, потому что каналу почти 6 лет и 10 тысяч подписчиков. Маловато. Кстати, Джин Джей, я говорил, что я был один из первых. О! Аж с 10-го года канал. Ладно. И, в общем, здесь полно вот боевая провинция. Дорогие друзья, подруги, товарищи, нормальные пацаны и всякие ублюдки. Да, здорово, нормальные пацаны и всякие ублюдки. Не мой, мягко говоря, стиль, тоже аналитика всякая, там, плюс человек не очень одарен с точки зрения, скажем так, ну, ведущего программы, пусть у него здесь, в отличие от нас, есть несколько практика, но, понимаете, в свое время я начал читать книги, практика бокса у меня своеобразная, там, погружи побить, скакалочка, там, ударим руками, но все это даже не наработано с тренером, а по книгам. И мне четко написали, что, Дим, ты бы сходил на 2-3 тренировки с реальным тренером, это бы дало эффекта больше. Вот по поводу этих видео, их ценность, возможно, примерно такая же. А в плане аналитики не нравится мне, я бы не подписался. Ну, и подписчиков, собственно говоря, немного. То же самое боксерская правда. Все, что я сказал сейчас о предыдущих людях справедливо. Привет всем фанатам бокса. И для этого канала, на мой взгляд, если делать чисто вот эти вот видео, что привет всем, я считаю, и только это. Если вам это нравится, пожалуйста, но как вы собираетесь выделяться в огромном числе подобных же блогеров? меня может быть спросить, а чем ты лучше? Да ничем, по сути дела. Давайте будем честны, чтобы у кого-то был какой-то сверхглубокий уровень аналитики или сверх какие-то, знаете, риторические способности. Да нет. Все мы примерно на одном уровне, плюс-минус. Но кто-то уже вырвался вперед, кто-то позади. Те, кто позади, как вы собираетесь нагонять? Я подключил кучу иного контента. Тренировки, питание, топы, там и аналитика, и биография. Одному понравится это, другому это. У вас только вот аналитика, что я сел перед камерой и погнал. Нет. Нужна какая-то фишка. И вот, допустим, наткнулся на канал Папа Чемпиона. Совсем свеженький канал. И я этих парней действительно начал поддерживать, потому что всем привет. Это канал Папа Чемпион. А сегодня мы поговорим о том, как правильно сварить камеру в домашних условиях. Для этого у нас уже подготовлено. Во-первых, как вы знаете, ну, кто знает, я тоже отец. У меня к этому вопросу несколько изменилось отношение. И здесь мы видим пример правильного отца и правильного воспитания, правильного отношения к ребенку. соответственно, я уже это очень оценил, плюс человек неплохо сразу подготовился, потому что у меня вначале не было ни качества, ничего. У него более или менее и качество видео, и звук есть, и там какая-то стена. удачи им. И это как раз та фишка. У них тоже есть здесь аналитика, вон там и дортик из Гасси. Тоже все есть, но они уже немножко выделились из толпы. И теперь давайте о тех, кто выделился, так выделился. какой-то парень. Сразу подписываемся, хотя я это не делал. Я действительно открыл этого человека для себя контент, которого не делает никто. многие мои друзья знакомые в курсе, что я блогер. Кто-то это не понимает, кто-то относится так, что занимается какой-то херней. Но мой лучший друг, с которым мы, кстати, виделись вчера, и он мне подарил две новых книги. Если интересно, может быть обзор на эти книги пишите, мало ли. И он мне всегда говорил, блин, давай больше трэш-токинга, давай больше шуток, жесткого юмора, вот что все ждут. А я ему говорил, блин, чувак, это не мое. Я более серьезный, я более такой, ну, я такой, какой я есть. Можно, конечно, попытаться и чисто для камеры придумать свой образ, но я этого делать не стал, потому что это было бы, наверное, неестественно, и это было бы видно. А вот у какого-то парня и, как оказалось, классное интервью там, и Стангрид к нему приходил, и Папин к нему приходил, и в последнее время он выбрался в кадр, как я у него это видел, кто видел, кто-то это одобряет, кто-то нет, но вы поймите, с Ютубом и с авторскими правами все строже и строже. Я вот выпустил последнее видео по талантливым боксерам, которые испортили себе карьеры. Я это видео сначала подготовил два нарушения авторских прав. Я переделал видео, удалил кое-какие моменты, заменил, снова загрузил еще одно нарушение авторских прав, снова переделал, снова загрузил, сейчас вроде более или менее, но у меня нет никаких гарантий, что не пройдет там неделя-две и я снова получу нарушение авторских прав. Могу потерять это видео, могут и у канала быть проблемы. Какой-то парень, который делает совсем анализы на многие свеженькие бои, конечно, у него куча проблем с тем, что ему банят видео и так далее, но явно сто пятьсот человек смотрит. Итак, всем здорово с вами снова. Какой-то парень, не наконец, я вроде нашел видео, которое они должны запанить, но уж если удалят, то я хотя бы пытался. Вот о чем он и говорит. Он пытается, но на самом деле я ему задал вопрос, что то, что ты вышел в кадр, это осознанное решение или вынужденное. Я считал, что осознанное. Нет, он сказал, авторских прав, пришлось это сделать, но, на мой взгляд, это абсолютно правильная для него тема, потому что у парня талант есть. И говорит он ладно, и выглядит нормально, образ у него есть, шутки четкие, причем видно, что, вот знаете, бывают люди с подвешенным языком, ему готовиться особо не надо. Стебный юмор, такие вопросы с подстебом, даже с такими, в общем-то, серьезными людьми, как Гриша Стангейт, он общался так, с долей такого напускного пафоса, юмора, и это смотрелось естественно и классно. Вот этому человеку однозначно лайк, и в плане именно боксерского юмора, я думаю, вряд ли я с ним когда-нибудь сравнюсь, да и не пытаюсь. Здравствуйте, комиссар. мы же удалили твой канал. Как ты его нахрен восстановил? Я? Я был здесь все это время? Вы же сами меня заковали. Значит дальше, то, что я вот недавно для себя открыл, кроссбокс канал, мне понравилось, то есть, минус этого канала, опять же, то, что я говорил про Стангрито, вот эти вот видео, там, новости, то есть, разовые вообще видео, которые сейчас актуальны, через неделю не актуальны, нафиг они нужны, потому что здесь есть неплохие действительно и анализы, и топы. Я думаю, этому человеку лучше сосредоточиться на этом, ну, хотя, учитывая, насколько он меня обогнал, может быть, не мне ему советовать. В целом, канал как бы солидный, классный. А вот канал классный тут. Я вообще не понял вот этой вот темы. Значит, канал появился буквально там 4 месяца назад. И уже почти 14 тысяч подписчиков, как, за счет чего? Просветите меня, пожалуйста, чего-то я в этой жизни не понимаю. Хотя канал в целом действительно неплохой. имеет просмотры, вот этот вот стиль есть какой-то фирменный. Неплохо. Но, конечно, лидер здесь это Sportsnet. Скептически я относился к этому каналу, хотя сейчас я подписан, в целом весьма одобряю то, что он делает. Есть свой стиль, где-то слишком искусственный, вот это созданный, но ярко выделяющийся. Он умеет выбирать актуальные видео, нашел где-то свою тему, делает стримы, то, чего как бы мало кто сейчас делает. Умеет действительно и название классное дать, и в целом говорит, ладно, хотя поначалу столько было, знаете, детских ляпов, неточностей или слишком темы упрощались, то есть иногда у моей рейтинги очень длинные, потому что тема действительно объемная, если ты хочешь быть более-менее объективен, нужно рассказать о 10-20 боях или боксерах, он, допустим, сделал топ-5 самых неожиданных нокаутов в истории бокса, да господи, там должны быть что-то типа Али Форман, там, Пакьяо Маркес 4, да, там у него сначала более логичный бой, потом бах, пятый бой, какой-то вообще абсолютно рядовой по сути дела в мировом масштабе бой, а он включает в этот топ, и это такой негатив у меня вызывало, потому что я видел, что серьезное название видео и несерьезный подход, но надо признать, что это работает, то есть яркая вывеска, яркое название и все, и прет, классные просмотры, вот допустим, у нас есть с ним пересекающиеся видео, вот, биография Джеральда Маклейлана, она у меня тоже есть, но название, кстати, вот это название чужой статьи, это не данный автор придумал, он это бахнул, это зашло, классные просмотры, у меня там по просмотрам, я не помню сколько, но значительно меньше, и это значит, что он сделал свою работу лучше, в общем, вот, такое краткое видео, я постарался никого не обижать, никого излишне не критиковать, просто выразил свое мнение, пишите и вы, кого вы смотрите, кто чем нравится, в чем мне стоит посмотреть на эти каналы и развиваться, а так мы делаем одно общее дело, всем коллеги удачи, до новых встреч, пока!